Наиболее выдающимися популяризаторами голодания с лечебной целью был Иисус Христос. Существует древнейший манускрипт Евангелия мира Иисуса Христа от ученика Иоанна, изданный в наше время Эдмондом Шекли, Пьер Жиляр Лозанна, со старославянской копией, которая находится в Королевской библиотеке Габсбургау и была вывезена русскими священниками, которые под угрозой орд Чингисхана были вынуждены спасаться бегством на Запад. Вместе с собой они увезли все древние писания и иконы. В этом манускрипте раскрывается целительная деятельность Иисуса Христа и его наставления по проведению поста. С небольшим сокращением я приведу эти наставления, которые, как выяснилось, опережают современные рекомендации. Вот они. И тогда множество больных и парализованных пришло к Иисусу и сказал ему, «Если ты знаешь все, ты можешь сказать нам, почему мы должны страдать от стольких болезней, почему мы лишены здоровья, которым наслаждаются другие люди. Учитель, исцели нас, чтобы мы вновь обрели силы и чтобы несчастья наши оставили нас навсегда». Христос отвечал им, что люди есть сыны Матери-Земли и поэтому должны следовать ее законам. «Ибо ваша мать породила вас, и она поддерживает вас жизнь. Она дала вам тело ваше, и никто, кроме нее, не излечит вас». Вильзевул, князь всех демонов, источник всего зла, находится в теле всех сынов человеческих. Он искушает и соблазняет сынов человеческих, обещая им богатство, власть, дворцы, золото и все, чего не захочешь. Он обещает славу и почет, чувственное наслаждение и роскошь, прекрасные явства и обильные вина, шумные оргии и дни, проводимые в праздности и лености. Так соблазняет он каждого, к чему более склонно его сердце. И в тот день, когда сыновья человеческие становятся полностью рабами всей этой суетности и всех этих гнусностей, тогда он отнимает в виде платы за наслаждение у сынов человеческих все благости, которые Мать-Земля дала им в таком изобилии. Он лишает их дыхания, крови, костей, плоти, внутренностей, глаз и ушей. Дыхание сынов человеческих становится коротким, прерывистым и болезненным. Оно становится зловонным, как дыхание нечистых животных. Кровь сынов человеческих загустевает, распространяя такой тошнотворный смрад, как вода в болоте. Их кости деформируются, делаются ломкими, покрываются узлами снаружи и разлагаются внутри. Кожа их становится жирной и отечной. Их внутренности наполняются отвратительными нечистотами, образующими гниющие зловонные потоки, в которых гнездится бесчисленное множество поганых червей. Итак, в конце концов, теряет сын человеческий жизнь из-за собственных ошибок, из-за того, что не смог научиться уважать законы матери своей, а лишь совершал ошибки одна за другой. Люди попросили Христа рассказать о законах жизни, хотя некоторые возразили, что они следуют законам Моисея. И отвечал им Иисус, «Не ищите закона в вашем Писании, ибо закон – это жизнь, а Писание мертво». Бог написал свои законы не на листах книги, но в ваших сердцах и в вашем духе. Они проявляются в вашем дыхании, в вашей крови, в ваших костях, в вашей коже, в ваших внутренностях и в любой малой части вашего тела. Они присутствуют в воздухе, в воде, в земле, в растениях, в лучах солнца, в глубинах и на высотах. Все они обращены к вам, чтобы вы могли понять слово и волю живого Бога. Не присутствуют они ни в обжорстве, ни в пьянстве вашем, ни в образе жизни вашем, которую вы расточаете в излишествах и роскоши, а еще менее в поисках богатств, а в особенности в ненависти к врагам ваших. Ибо все эти вожделения вы носите в себе, а потому слово Божие и могущество Его не могут войти в вас от того, что вы делаете в себе много плохих мыслей, а также мерзости гнездятся в теле вашем. Если хотите, чтобы слово живого Бога и могущество Его смогли проникнуть в вас, не скверняйте ни тело вашего, ни сознание вашего, ибо тело есть храм Духа, а Дух – храм Бога. Посему вы должны очистить храм, чтобы владыка храма смог поселиться в нем и занять место достойно его, чтобы избежать всех искушений тела своего и сознания своего, которые исходят от сатаны, удалитесь под сень неба Господнего, возродите сами себя и воздержитесь от пищи, ибо поистине говорю я вам, лишь постом и молитвою могут быть изгнан сатана и вся злокозненность его. Вернитесь в свой дом и поститесь в одиночестве, и пусть никто не видит, как вы поститесь. Поститесь до тех пор, пока вельзевул и вся порча его не покинут вас, ибо поистине говорю я вам, пока не совершите поста, не освободитесь от власти сатаны и всех болезней, исходящих от него. Поститесь и молитесь с усердием, от всего сердца, надеясь получить от Бога живого силу, а от нее исцеление свое. Во время поста избегайте сынов человеческих, а вернитесь в общество ангелов, матери земли вашей, ибо тот, кто ищет усердно, тот найдет. Ищите чистый воздух в лесу или в поле, ибо там вы найдете ангела воздуха. Разуйтесь и снимите ваши одежды, и пусть ангел воздуха обнимет все ваше тело. Потом дышите медленно и глубоко, чтобы ангел воздуха проник в вас. Поистине говорю я вам, ангел воздуха изгонит из вашего тела все нечистоты, которые оскверняют его снаружи и изнутри. И тогда все плохие запахи и нечистоты выйдут из вас, как дым от пламени. Ибо, поистине говорю я вам, ангел воздуха есть святой. Он очищает все оскверненно и превращает в нежный аромат все, что испускает дурной запах. После ангела воздуха ищите ангела воды. Снимите обувь вашу и позвольте ангелу воды обнять ваше тело. Отдайтесь полностью в его руки, боюкающие вас столько раз, сколько дыхание ваше заставляет колебаться в воздух. Пусть ваше тело колеблет в воду. Воистину, говорю я вам, ангел воды изгонит из вашего тела все нечистоты, которые оскверняют его как снаружи, так и изнутри. И все нечисто, и скверно пахнущее, истечет от вас далеко, подобно тому, как грязь от одежды, стираемой в речной воде, уносится течением и теряется вдали. Но не думайте, что достаточно лишь того, чтобы ангел воды обнял вас снаружи. Внутренняя грязь еще страшнее, чем грязь наружная. Поэтому тот, кто очищается только снаружи, но остается нечистым внутри, похож на гробницу, украшенную блестящей живописью, но внутри наполненную мерзопакостью. Воистину говорю я вам, позвольте ангелу воды осветить вас так же изнутри, чтобы избавились вы от всех прошлых грехов своих, и тогда вы станете внутри такими же чистыми, как речная пена, играющая в лучах солнца. Чтобы достигнуть этого, возьмите большую тыкву, снабженную спускающимся вниз стеблем, длиною в человеческий рост. Очистите тыкву от ее внутренностей и наполните речной водой, подогретой солнцем. Повесьте тыкву на ветки дерева, преклоните колени пред ангелом воды и потерпите, пока конец тыквенного стебля проникнет в ваш зад, чтобы вода проникла по всем вашим кишкам. Оставайтесь коленно преклоненным на земле пред ангелом воды и молите Бога жизни, чтобы он простил все ваши прошлые грехи. И простите ангела воды освободить ваше тело от всех нечистот и болезней, наполняющих его. Потом пустите воду из тела своего, чтобы с нею устремилось из тела все, что происходит от сатаны, все нечистое и зловонное. И увидите собственными глазами и почувствуйте носом своим все мерзости и нечистоты, которые оскверняют храм тела вашего. И поймете вы также, сколько грехов обитало в вас и терзало вас бесчисленными болезнями. Воистину говорю я вам, освящение водой освободит вас от всех этих болезней. Каждый день поста своего повторяйте это очищение водой до того дня, пока не увидите, что вода, истекающая из тела вашего, столь же чиста, как и пена реки. Тогда погрузите тело в текущие воды, возблагодарите Бога живого, освободившего вас от всех грехов. И это святое очищение ангелом воды означает воскресение к новой жизни. Ибо с того времени глаза ваши начнут видеть, а уши ваши слышать. Однако после этого очищения не грешите больше, чтобы в течение целой вечности ангелы воздуха и воды могли обитать в вас и служить вам в любой час. Но если после всего этого останутся в вас все же следы нечистот, учитывая ваши прошлые грехи, призовите ангела солнечного света, раздуйте, снимите все одежды и позвольте ангелу света обнять ваше тело. Потом вдыхайте в воздух медленно и глубоко, чтобы ангел света мог проникнуть внутрь. Тогда он изгонит из тела вашего все зловонное и нечистое, что оскверняет вас изнутри и снаружи. И все нечистое и зловонное уйдет от вас, как мрак ночи рассеивается при блеске восходящего солнца. Ангелы воздуха, воды и света, они даны были сыну человеческому, чтобы служить ему. Также освящены объятия их, они невидимые дети матери земли нашей, а потому не разделяйте их, тех, кого соединили небо и земля. И пусть эти трое братьев ангелов охраняют вас ежедневно и пребывают с вами в течение вашего поста. И когда ангелы Матери Земли овладеют вашим телом настолько, что владыки храма снова могут войти в него, тогда все скверные запахи в спешке тела вашей покинут через дыхание ваше и через кожу вашу, загнившие воды отойдут изо рта вашего и через кожу через зад и через вперед. И увидите вы собственными глазами, почувствуете собственным носом, ощутите собственными руками. И когда все грехи и нечистоты будут удалены из вашего тела, тогда кровь ваша станет такой же чистой как кровь матери земли, подобно пению в потоке играющего в лучах солнца. И дыхание ваше станет таким же чистым, как благоухание цветов. Ваша кожа станет чистой, как кожица фруктов, розовеющих сквозь листву дерева. Свет ваших глаз станет таким же ясным и блестящим, как сияние солнца в голубых небесах. И тогда все ангелы матери земли будут служить вам. И ваше дыхание, ваша плоть и ваша кровь станут единым целым с дыханием плотью и кровью матери земли. И дух ваш станет единым с духом Отца Небесного. После такого поучения люди спросили Иисуса Христа, скажи нам, коих грехов должны мы избегать, чтобы больше никогда не видеть болезни? Он ответил Питайтесь всем тем, что находится на Божьем столе плодами деревьев, зерном и полезными травами, молоком животных и пчелиным медом. Вся остальная пища дело рук сатаны ведет к греху, болезням и смерти. Тогда как богатая пища, которую вы находите на столе у Бога дает телу вашему силу и молодость и болезнь не коснется вас и действительно это со стороны Божия старый Мафусаил извлекал свою пищу. И если вы будете делать то же самое, я обещаю вам, что Бог жизни даст вам так же, как и патриарху долгую жизнь на этой земле. На